Любите живопись поэты, Лишь ей единственное дано, Туши изменчивой приметы Переносить на полотно. Ты помнишь, как из тьмы былого И два закутанного атлас, С портрета рокотого снова Смотрела струйская на нас. Ее глаза, как два тумана, Полуулыбка, полуплач, Ее глаза, как два обмана, Покрытых мглою неудач. Соединение двух загадок, Полувосторг, полуиспуг, Безумной нежности припадок, Предвосхищение смертных мук. Когда потемки наступают И приближается дроза, Со дна души моей мерцают Ее прекрасные глаза. Кажется, Александра Петровна Родилась, чтобы стать музой. Она вдохновила немало поэтов и художников. Загадочной красотой 17-летней девушки Пленился и пензенский помещик Николай Иеремиевич Струйский, Впоследствии ставший ее супругом. Чудаковатый барин был просто одержим поэзией, Но, к сожалению, его произведения Ничего стоящего из себя не представляли. Часами он просиживал на самом верху Своего дворца, нареченного Парнасом, И писал строчку за строчкой Свои наивные, бесталанные поэмы. Надо сказать, что Струйский Оказался чуть ли не единственным Современником художника, Кто оставил о нем интересные высказывания. Вероятно, двух мужчин связывали Дружеские отношения, К тому же пензенский помещик Струйский стал первым коллекционировать Картины живописца И размещать их в картинной галереи Своего имения Рузаевки. Именно благодаря ему Мы сегодня можем лицезрять Самый главный шедевр роботов. Портрет Александры написан Федором Степановичем По заказу ее мужа вскоре после свадьбы И выполнен в сдержанных коричневых тонах. Молодая женщина изображена на темном фоне И словно выступает из него. Цветовые акценты расставлены лишь На отдельных фрагментах лица, Шеи и декольте. Остальное остается в тени И отсюда ощущение, что на модель Направлен неяркий поток света. В лучах которого Фарфоровая кожа и шелк одежды Приобретают особый блеск. В цветовой палитре преобладают Пепельно-розовые и бледно-золотые оттенки. К черно-коричневому фону картины Вторит только цвет глаз Александры. Взгляд ее немного загадочен и спокоен. Она словно погружена в размышления. На лице отсутствует Напусканная легкость, игривость И легкомыслие, Присущее портретам юных особ того времени. Следует отметить, что Рокотов Одним из первых в истории русской живописи Стал передавать на портретах Внутренний мир человека. Его мысли, чувства и переживания. Именно поэтому лица его героев Полны искренности, Особой утонченности И трепетной одухотворенности. Детали портрета довольно сдержаны, Но именно поэтому все внимание зрителя Притягивает лицо. Для художника гораздо важнее было Красота внутренняя, а не внешняя. Рокотов работал в технике сфумато, Которую впервые использовал Великий Леонардо да Винчи. Изображение выглядит так, Будто находится в облаке легкого дыма. Изящный овал лица, Выразительные грустные глаза, Идва тронутые румянцем щеки, А главное, Идва заметная улыбка Юной Александры наводят мысли О русской джаконне. Портрет был выполнен С такой легкостью и нежностью, Что порадил слухи о том, Будто живописец был влюблен В свою натурщицу. Скорее всего, Это более чем засужие домыслы. Тем не менее, Вряд ли хоть одно мужское сердце Могло устоять перед такой дивной красотой. Редактор субтитров А.Семкин